Радио 54 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 Радио 55 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 В данном случае, либо лечение, кстати, тоже, то свидетельство о рождении ребенка обязательно предоставляется. Для пользователя личного кабинета налогоплательщиков реализована возможность подать декларацию 3 НДФЛ в электронном виде. Опять же, при наличии усиленной неквалифицированной электронной подписи. Соответственно, документы, которые подтверждают право на вычет, тоже можно в электронном виде передать. Значит, скан образа этих документов в электронном виде также передаются и, соответственно, налоговым органам принимаются. Все бланки для заполнения в личном кабинете также можно найти. Да, и подсказки в личном кабинете, которые как раз позволяют безошибочно заполнять эту декларацию 3 НДФЛ. Имущественный вычет дается раз в жизни, поэтому, значит, и сумма расходов, я говорю, 2 миллиона рублей. Опять же, есть случаи у нас с 1 января 2014 года, кардинально опять же поменялась методика предоставления вычета с той точки зрения, что если человек, например, купил в 2015 году, скажем, пусть это будет комната, жилье за миллион рублей, предельная сумма 2 миллиона рублей, соответственно, у человека сохраняется право еще на миллион рублей. Ничего раньше не было до 2014 года, но это не рассматривается как повторное предоставление вычета. То есть человек получает в пределах 2 миллионов рублей. То есть с 2014 года у нас идет привязка к налогоплательщику суммы 2 миллиона рублей, а раньше она была к объекту. То есть если человек заявлял, например, сумма меньше, он воспользовался, и, к сожалению, он терял уже право на получение этого остатка. И точно так же это дает право каждому собственнику получить вычет. В пределах 2 миллионов рублей, да, право такое сохраняется. Что касается социальных налоговых вычетов, и, кстати, вот неиспользованная сумма вычета, она переходит из одного налогового периода остаток, переходит на будущий налоговый период. Человек потом приносит опять, кстати, полный пакет документа опять представлять не нужно. Это по имущественным? Ну это я, да, говорю про имущественный вычет, то есть я к тому, что, как правило, человек за один год не выбирает всю сумму имущественного вычета. То есть это надо зарабатывать 2 миллиона рублей в год, да, чтобы реализовать полностью. Поэтому всегда есть переходящий остаток, и когда есть переходящий остаток, весь пакет документов заново представлять не надо. Но он уже есть. Да, потому что он уже есть, то есть уже право подтверждено, и, кстати, в этом случае налоговые органы и быстрее производят как бы камеральную проверку этой декларации, соответственно, ускоряется возврат из бюджета уплаченного НДФЛ. А что касается социальных налоговых вычетов, они предоставляются не единожды, то есть предоставляются, хоть каждый год человек может обращаться за их получением, но в этом налоговом периоде, в отчетном, да, если есть у него такие расходы с обучением, либо с лечением, либо оплата за образование, то, соответственно, он имеет право каждый год обращаться. Другое дело, что в отличие, опять же, от имущественного вычета, остаток не переносится на будущее налоговый период.